Всем привет! Меня зовут Катя, я работаю в Китае тренером по художественной гимнастике. И сегодня я расскажу вам про плюсы жизни в Китае. Первый плюс — это очень развитые технологии. Китай обогнал другие страны, ну, лет на 20, наверное. У них вся оплата происходит с помощью QR-кодов. Всё находится в телефоне. С помощью телефона можно поехать куда угодно, сделать что угодно, оплатить, зарегистрироваться и так далее. Во многих магазинах даже не принимают банковские карты и наличку, потому что там исключительно QR-коды. Ну, также, понятное дело, у них нет никакой бюрократии с бумажными документами, потому что абсолютно все документы занесены онлайн, всё можно сделать через интернет. Это очень быстро, удобно и очень комфортно так жить на самом деле. Второй плюс — это безопасность. Здесь очень безопасно ходить по улицам ночью, оставлять какие-то вещи на улице, мотоциклы, велики, скутеры. Я ни разу не видела здесь, чтобы велосипеды приматывали вот этой вот цепью к чему-нибудь, потому что его всё равно не украдут. Никогда. У них даже, когда ты едешь в общественном транспорте, вообще нет объявлений, что держите свои вещи при себе, следите за своими личными вещами, там, что-то про подозрительные предметы, потому что у них, в принципе, ну, не существует такого понятия, как воровство. Причина очень простая — это не потому, что они такие все сознательные и порядочные. Просто на каждом углу здесь стоят на улицах CCTV-камеры, которые имеют большой угол обзора, у них очень хорошее качество, они прекрасно снимают, они как у нас в пикселях каких-то, что потом лица различить нельзя. Они имеют систему распознавания лиц, и, ну, надо быть просто дебилом, чтобы при такой системе камер ещё пытаться что-то своровать. Ещё я долго не могла привыкнуть, что здесь, когда ты сидишь в ресторане с кем-либо и хочешь пойти в уборную, не надо делать, как у нас, что сначала я пойду, а ты за вещами последи, а потом ты пойдёшь. Мы можем одновременно встать, пойти, оставить кошелёк, ключи, телефон, всё-всё-всё на столе, и никто в жизни это не возьмёт. Конечно, это очень классно, но после Китая надо будет заново привыкать и быть начеку в других странах, потому что, мне кажется, здесь можно расслабиться с таким отсутствием воровства. Третий плюс — это отношение к иностранцам. Большинство китайцев обожают европейскую внешность, европейцев. Они считают нас безумно красивыми. Это, кстати, очень странно, потому что я ещё не видела народы, которые считают другие национальности более привлекательными, чем свою собственную. То есть, наш большой разрез глаз, белая кожа, волосы не чёрного цвета, длинные ресницы, короче, всё то, чего у них нет, они считают это прям идеалом красоты. И когда идёшь по улице, очень часто можно услышать «you're very beautiful», всё такое. Девочки, у кого низкая самооценка, рекомендую вам поехать в Китай, потому что тут она у вас сразу поднимется. В целом, китайцы очень дружелюбные по отношению к иностранцам. Они всегда помогут, они будут пытаться объяснить, как куда пройти. У меня не было проблем, когда мне надо было попросить у людей Wi-Fi или телефон позвонить. Но у этого пункта есть и свой минус, его я расскажу в следующем видео. Ещё один плюс — это быстрая доставка всего, чего угодно. Понятно, что для тех, кто живёт в Москве, этот плюс, он не совсем плюс, а естественный образ жизни. Но для многих европейских стран и городов такая доставка просто невозможна. Здесь можно заказать одно лекарство из аптеки, тебе его вот одно прям привезут в течение, там, 15 минут. Не обязательно набирать какие-то огромные количества, типа 5 пицц или 8 бутылок пива. То есть здесь можно реально заказать всё по минимуму. И цена за доставку, она не будет настолько огромной. И что ты подумаешь, да ну нафиг, я лучше в супермаркет пойду пешком, сам куплю всё. Ещё один очень важный плюс — это то, что очень сильно развит транспорт. Вообще развиты абсолютно все виды транспорта, и общественный, и личный. Личный транспорт развит в каком плане? Что если у тебя не машина, а велосипед, электрический велосипед, мотоцикл, электрокар, то на дороге существует отдельная полоса, где все эти маленькие машинки и велики ездят, и они практически не имеют шанса столкнуться с обычной машиной, и для них созданы как бы все условия, чтобы ехать в безопасности. Это очень круто, потому что во многих европейских городах и во многих русских городах, хотя и делают вот эти велодорожки, но движение транспорта там такое, что я бы ещё сто раз подумала, надо мне ехать по такой велодорожке или нет. То есть здесь в Китае такой вопрос не стоит, сразу видно, что ты будешь спокойно ехать по своей дорожке, и ни одна машина до тебя не докопается, там просто такой, знаете, барьер чисто поставлен, то есть очень удобно, безопасно, и мне нравится ездить здесь на велосипеде. А общественный транспорт здесь развит, мне кажется, в любом городе, то есть куча поездов, у всех поездов скорость 300 с чем-то километров в час, на поезде можно доехать до любой точки Китая, до любого города, метро в крупных городах очень хорошо работает, чётко ходит, всё по часам, всё по расписанию, ни один поезд, ни одна электричка никуда не опаздывает, такси тоже очень быстро приходит и очень дёшево стоит. То есть находясь в Китае, вопрос, а как куда-либо добраться, не стоит вообще. Скорее всего, вы легко найдёте способ, где вы сможете добраться и быстро, и дёшево, и комфортно. Шестое плюс — это соотношение зарплат и цен. Даже посмотрев, какие ездят машины на улице, посмотрев на телефоны людей, на их одежду, можно понять, что от голода тут явно никто не умирает, и за чертой бедности не так уж много людей живут. Видно, что сами китайцы на свои местные зарплаты могут позволить себе и доставку еды, и кино, и ресторан, и всё, что угодно. То есть они не сидят, не экономят и не покупают квартиру на последние деньги или машину там в кредит не берут. У них реально такие зарплаты, что можно спокойно вот копить 3-5 лет и приобретать после этого какую-то крупную покупку, которую они там запланировали. Конечно, может быть, у меня, как у иностранца, зарплата другая, отличающаяся от местных зарплат, но всё равно даже при таком раскладе, если бы я эти же самые деньги зарабатывала, живя в Европе, в Дубае или в Америке тем более, ну, у меня другие совсем были бы траты. Находясь здесь, моя зарплата позволяет мне вообще не готовить дома и питаться исключительно доставками. И при этом я не могу сказать, что я трачу очень много денег на это. Я считаю, это очень классно. Ну и последний, наверное, один из самых главных плюсов – это огромный выбор товаров. Здесь реально можно купить всё, что угодно, любых цветов, любых размеров, просто всё, что вам в голову взбредёт. Вот этот товар можно здесь найти. При этом, конечно, он будет быстро доставлен, и он не будет стоить каких-то баснословных денег. Единственный момент, что здесь, по-моему, нет электронок, именно не одноразок, а которые долго держатся. Я в этом не жарю, потому что я не курю, но у меня подруга сказала, что с этим тут проблемы. В общем, это главные плюсы, которые я вижу в Китае. Конечно, как и в любой стране, здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Если вам будет интересно, я могу отдельно снять видео про минусы Китая. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Всем пока!